Книга пророка Захарии, 12 глава, мы читаем ее в рамках проекта «Экзегет». Я читаю свой перевод, комментирую его. И мы встречаем в этих главах довольно много пророчеств, которые мы называем мессианскими, где с точки зрения иудеев речь идет о грядущем приходе мессии, с точки зрения христиана, уже состоявшемся приходе Иисуса Христа, который есть мессия для христиан. И встает вопрос, насколько это справедливо, ведь Захария, как в общем-то все пророки, имеет в виду какое-то конкретное историческое событие, уже произошедшее, то, которое должно произойти скоро, но не имеет в виду какого-то длинного горизонта событий через века. Все-таки, да, все-таки, наверное, это возможно, потому что пророческие подобные вещи, они связаны не только с конкретикой, с определенными отдельными событиями, но с тем, как это устроено в целом, с тем, как вписываются эти события в общую историю человечества. И если в следующей истории есть какие-то очень похожие эпизоды, то вполне естественно, что мы захотим их связать. И посмотрим на подобное пророчество в 12 главе. Но начнем сначала. «Приговор Господа Израилю, пророчество Господа, который распростер небо, основал землю и созидает в человеке дух». Собственно, основание, да, он не просто творец земли, но он тот, кто дает нечто внутри человека. Вот дух, как это сказать, он дает все человеку, жизнь, тело, но дух нечто особое, что выводит его из просто животного состояния к какому-то более высокому. И в чем же состоит его приговор? «Иерусалим я поставлю чашей, от которой у всех окрестных народов кругом пойдет голова». Ну, это метафора опьянения, метафора какого-то выхода из обычного состояния, вот в такое измененное. «Осада Иерусалима будет осадой и всей Иудеи». О какой-то грядущей битве или о том, что вообще Иерусалим как бы расширяется, да, вот для начала для всей Иудеи, а потом, может быть, до края земель, хотя здесь еще этого не сказано, это в других местах, и мы читали уже у Захарии, как все народы придут с Иудеями поклониться. «Кто возьмется за него, тот надорвется, а соберутся к нему все народы земли, вот уже и шире, чем Иудеи. В тот день пророчество Господа поражут коням бешенством, а всадник и безумием». Вот, видимо, та самая осаждающая армия не очень понятна какая. То есть, что больше такой осады, как при Вавилоне, когда уничтожили город и храм, не будет. Вообще-то она будет, вообще-то будет римская осада, потом будет много других войн, в которых Иерусалим будет переходить из рук в руки, и, казалось бы, это не сбылось. Если только понимать это как пророчество о том, что будет дальше, дальше, дальше. Но можно же понимать как пророчество о том, что будет в конце, о том, что это некоторое будущее, неведомое, хронологически неопределяемое, именно к которому стремится история этого самого Иерусалима. И тогда город, в который собираются все народы земли, в котором совершается поклонение, он уже не подвергается осаде. Или если подвергается, то Господь его от этой осады избавляет. Уже не будет того, что, в общем, стало страшным сном многих поколений, когда Иерусалим, как, наверное, любой город того времени, периодически становится полем боя, становится жертвой вражеского нашествия. Тогда поймут сердца вождей Иуды, что сила их жителей Иерусалима в Господе воинств их боги. Вожди поймут, что сила в жителях, в боге, не просто в жителях, когда много народу, понятно, и когда надежный, хороший народ, то страна сильная, но и в жителях, и в боге, а еще точнее, в тех жителях, которые в боге. Интересная формулировка. В богобоязненном народе, ни в чем ином. В тот день сделаю вождей Иуды жаровней среди дров и факелом среди снопов, они истребят все окрестные народы, что справа, что слева, но иерусалимляне будут жить у себя в Иерусалиме. Вот опять образ победы. А сначала Господь даст победу шатрам Иуды, чтобы великолепие Давидова дома, великолепие Иерусалима не затмило Иуду. Вот здесь столица и провинция, да, то есть они будут наравне. Провинция, то есть вся область Иудеи, в общем, одержит ту же победу, что затем и Иерусалим. В тот день Господь защитит жителей Иерусалима, и кто из них хром, будет подобен Давиду, а дом Давидов будет подобен Богу. Ну, то есть инвалиды будут такие же, как великий и славный царь Давид, ну, а дом Давидов будет подобен Богу, ангелу Господню пред ними. Вот это мессианское пророчество или нет? Дом Давидов ведь предполагается, что Мессия должен прийти из дома Давида, быть потомком Давида. Получается, что мессианское, в то же время в нем нет какого-то особого мессианского сюжета. Это все как бы само собой происходит в результате этих событий, а не то, что вот там особый помазанник придет и что-то такое сделает. В тот день я поспешу истребить все народы, нападающие на Иерусалим. Ну, и обещание, соответственно, помощи. А на дом Давида и на жителей Иерусалима я залью дух благой и милосердный, и возряд они на того, которого пронзили. Вот христиане видят пророчество и оплачут его, как оплакивают единственное дитя, и будут горевать о нем, как о первенце горюет. Смотрите, речь идет о ком-то, кого убьют, судя по всему, в Иерусалиме. Конечно, уже в Евангелии эта цитата приводится, как указание на Христа, его пронзили в момент распятия, уже когда он умер, да, и на него посмотрят все иерусалимляне. И это не просто описание какого-то малозначительного эпизода, вот что-то там произойдет, что-то сбудется, и в это время, кстати, вот кого-то убитого на него все посмотрят. Нет, здесь именно описание того, что дом Давидов будет подобен Богу, что законный наследник, законный царь, он становится уже не только человеком, но и кем-то вроде Бога. Можно сказать, что это мессианское пророчество, что вся глава вот об этой будущей истории Иерусалима, который становится центром всей земли, в котором обитает Господь, и все это происходит не без чьей-то смерти. Вот это мессианское пророчество, не одно только это место. Велик будет тот день плач в Иерусалиме, как плач похода Дремону в долине Мегидо, ну, какая-то история, о которой мы толком не знаем. Заплачет земля каждый род особо, род Давида особо, и женщина из него особо, и род Натана особо, и женщина из него особо, Натан – это пророк, который при Давиде был, и род Леви особо, и женщина из него особо. Леви – это, конечно, левиты и священники, и род Шеми особо упоминается тоже отдельно, я сейчас не буду рассказывать подробно, кто это, но еще один персонаж – вот это все Давидовы истории, и женщина из него особо. То есть история сохраняется вот в этой сложности, взаимосвязи, и в какой-то момент происходит что-то такое, что огорчает очень сильно всех, и все остальные роды особо, и женщины из них особо. И, в общем-то, больше ничего не сказано здесь, ну, в 13 главе продолжение этой темы, а ее мы, разумеется, тоже прочитаем.